МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте! Меня зовут Ров. И я кассета Горик. А еще у нас с вами юбилей. Настало 5 тысяч здесь, на канале. Спасибо каждому, кто присоединился в нашу хорошую компаху. Вы просто офигенные чуваки. Горжусь вами. И сегодня в честь этого события я предлагаю вам такой экспериментальный выпуск. Как вы знаете, я люблю ездить по барахолкам, блошиным рынкам. И люблю покупать там всякие новые приобретения, новые экземплярчики кассетные в свою коллекцию. И иногда я просто не могу остановиться. Поэтому за последние разы он напокупал себе кучу кассет, у которых вообще нет наклеек, нет никаких опознавательных знаков, нет коробочек. То есть, что на них записано, известно одним кассетным богам. И сегодня, наконец-таки, наступил тот день, когда мы проверим, что же на них, на этих пленках. Но мы будем не просто их сегодня проверять, а мы будем угадывать, что за фильм или мульт, да что бы там ни было. Что там записано? Свадьба чья-нибудь? Или похороны? Или, может быть, какие-нибудь мои детские домашние видео? Хотя это уже было бы реально жутко. Но чтобы нам было еще с вами веселее, чуваки, я сегодня позвал двух своих друзей, а точнее даже одноклассников, чтобы они составили нам компанию в разгадывании этих темных лошадок. Все начинаем, да? И немножко стесняй. Мне это первый раз. Всем привет, меня зовут Женя. Кому-то известный как Кеклик. Занимаюсь видеомонтажом, музыкой. И все. Был в хоррорголиках. Ссылка вот здесь. По жанровым фильмам не могу как-то распределить. Все нравится в меру. Наверное, под настроение. То, что меня воспитало, это боевики и мелодрамы. И комедии старые. Наверное, первые это были фильмы с Ван Дамом, с Шварценеггером, с Джеки Чаном, конечно же. Чак Норрис, то вообще была тема. Мы приходили после школы. Как его зовут? Рейнджер. Техасский рейнджер. Во. Шляпа. Постоянно такая крутая. Вестерн история. Привет, меня зовут Макс. Я работаю барменом, увлекаюсь музыкой. Люблю всякое серьезное, скучное кино. Не люблю фильмы по кодексу. По жанрам сложно. Ну, может быть, комедии не очень люблю. А так от жанра не зависит. Я и драмы, и, в принципе, и фантастику. Но в последнее время я как-то больше тяготею к какому-то серьезному, типа, полуфестивальное какое-то кино такое. Ну, и, конечно, старые фильмы из детства, которые типа Форест Гамп, которые все знают, классика. А ужасы любишь? Ну, скорее нет. Специально в кино, допустим, я бы не пошел сам один. Ну, какие-нибудь прикольные ужастики, пощекотать нервишки. Каждый из нас будет по очереди отсматривать каждую кассетку и угадывать, что на ней записано. Я еще постараюсь не спятить во время этого процесса, потому что что мы увидим, никому не известно. Скажу по секрету, мне немножко было страшновато. Просто одному запускать эти кассеты, эти пленки из подвалов. Я реально находил их в всяких углах, там, коробках. Я не знаю, кому они могли принадлежать и что на них записано. Это меня дико возбуждает. Так что уже хочется приступить. Ну, а перед началом, по традиции, хочу поблагодарить бустихорцов, которые помогают мне покупать вот эти всякие новые безделухи, всякие штуковины для будущих видео. Канал не просто живет, а он еще и процветает. Спасибо вам большое. И, конечно же, дон-дончики, дон-доны в паблике ВК. Благодаря вам, чуваки, мне еще интереснее, еще крышесноснее заниматься тем, чем я занимаюсь. Благодарю вас. Ну, а теперь тыкните палец вверх, внизу, под видео. Ну, на всякий случай, нам на удачу, чтобы там не было никаких проклятий на этих кассетах, заклинаний, как в злочных мутыцах. Пристегивайте свои пленочные ремешки, сегодня скорости будут просто невообразимые и невероятные. Да начнется же аналоговое веселье. И восстали машины из пепла. Сегодня ночью. Поэтому... Кассеты в студию! Торжественно! Я как египтянина заношу. Так, ну начнем тогда с включения видака в розетку. Надо вспомнить, как вообще, блин, у меня видак был в детстве, последний раз. У меня был видак Sony. А давно пользовался вообще видаком? Ну, вот я как-то у тебя пользовался, и то мне было страшно. До этого был только 2000 лохматом, а у бабушки был примерно вот такой же LG, но я его не помню, чтобы я им пользовался. Он просто там стоял. Пульт еще тупит. Никто не замечает этого элемента стиля, пакета на пульте. Хоть кто-нибудь в комменте бы написал. Вот этот стартер, у него пульт в пакете еще лежит. Берем первую. Уже страшно. Первая кассета комом. Пленка комом. Они точно не подписаны, да, никак? Может, есть какие-то подсказки? Нет, ничего нету. Она, кстати, с наклейкой. Я все обманул вас. Не, на самом деле, тут ничего не написано, не нарисовано, только чем-то замызганно какими-то желтыми пятнышками. Страшно, страшно. Это значит, она на начале, да? Ближе к началу. Она, ну, почти на середине. Так, вставляем, да? Ну да, они все, в принципе, примерно один. А то он включился, да? Он нормально их питается. Блин, мне страшно. О, нормально заходит. Давно забытые ощущения. Все, теперь можешь плен нажимать. А, а я чего-то жду. Плей. О, это что-то... Нет. Корейская, японская явно. И старая. Как будто японский Дэвид Лин. Приветик. Так, это что-то азиатское. Сразу понятно. Блин. Это, может быть, Конан сразу же в голове у меня почему-то. Но я не помню. Нет. Должен признаться, я давно искал этот фильм. Только не знал о его существовании, к сожалению. Блин, какая-то азиатская штука. Или что это вообще? Какой язык? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Блин. Китайский, да, наверное? Ну, естественно, я не знаю этот фильм явно. То есть тут можно только регион примерно понять. Типа, ну, страну, да? Ну, допустим, будет Китай. Это что-то азиатское. Будет прикольно, если у тебя это свадьба. Нет, ну это фильм. Офигеть, там за ней чувак. Это ужастик. Даже если это не ужастик, это все равно довольно стрёмно смотрится. Вот это лицо, оно попугает меня. Это как телекомпания «Вид». Самое интересное, что за все это время кадр не сменился. Он все именно на этом месте. Просто ее лицо, ее монолог. А вот, смотри. Это, походу, будут наши эмоции после проверки всех кассет. Это мы сидим, потому что ни одну из кассет мы не угадаем. Какая-то драма или ужастик. Про войну, да, что-то про войну, походу. Типа, почему она в мехах, а не в меховых шапках? Они партизаны какие-то, наверное. Про самураев, скорее всего. Зима, она в шубе, и пар идет. Вообще представление, не имею вообще, что это может быть. Даже ни одного актера известного. Не, ну тут как бы... Наверняка все уже угадали, да? Уже все знают, что это за фильм. Классика кинематографа. Может, это террор? Помните, там был такой момент, когда чуваки тоже... Они же там приплыли, там какие-то племена были местные. Пока не появился чувак с автоматом вот здесь, я думал, что это какие-то вообще, может быть, древние времена. Очень непривычно, что нет субтитров на русском. И как-то театрально, это как будто не кино, а спектакль. Да это 90-е, наверное. В 2000-м лучшем случае, но это любительская. По снегу звук по камням, а звучка топ. Чуваки не парились. Я думаю, что тут даже нет смысла дальше смотреть, что-то проверять, потому что я реально не знаю, что это. То есть у меня нет никаких вообще ни малейших вариантов. Есть те, кто увлекается всяким азиатским кино, но это точно не я. Последнее, что я смотрел, это «Сядь за руль моей машины». Как раз таки вот то, что я говорил, серьезное, скучное кино. Но это все-таки более современное. Это что-то прям годов 90-х, мне кажется. Это точно я не вспомню никогда, потому что если там нет самураев, я не знаю нифига. Ну это что-то про тибет, скорее всего, или что-то такое. Ну вот около того. Потому что снег для меня в Тибете только. Может быть в Азии. Типа фишка в том, что я в азиатском кино вообще мало что знаю. Вообще ноль идей. Я просто сдаюсь. Я не знаю. Я не знаю, что это может быть. Террор приквел. Или еще это может быть домашнее видео какое-нибудь. Нет, это точно не домашнее видео. Вот что я могу сказать. И не свадьба. Вообще без понятия. Короче, ну какой-то китайский фильм про войну. Честно говоря, даже больше на спектакль похожий. Какой-то телеспектакль же бывает такая тема, да? Может быть даже сериал, кстати. Потому что как раз таки немножко низкобюджетная такое есть составляющая. Вообще, ну типа великолепный век. Азиатский вариант. Не знаю. Это вот этот фильм. Он самый. Что это? Я реально не знаю. Короче, это какой-то сериал походу даже. Возможно. Понять, что это такое будет проблематично, да? Мы не знаем, что это такое. То есть я промотал. Это сериал. Там несколько серий. Какой-то название, но разобрались. На иероглифах, понятно, да? На иероглифах. Я не могу. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Это реально сериал. То есть там есть заставка. Ага. И там какая-то надпись. Музыка как из Санта-Барбары, да? Мне кажется, она подошла бы сюда. Я прям эту заставку, и почему-то эта музыка заиграла сразу, когда я представил. Ну, явно она какой-то драматический, да, сериал. Это, короче, другая уже серия. Какая-то, походу, Санта-Барбара азиатская. Напишите в комментариях, если вдруг знаете этот язык. Вот прикольно, если, наверное, окажется, китайский великолепный верх. Ну, реально, первый блин комом. Как я и говорил, первая пленочка. Ну что ж, первая кассетка. Я теперь боюсь, что там половина будет азиатская. Блин, это сложнее, чем я думал. Страшно. Вот страшно. Так, ну давай вторую посмотрим. Так, это ближайшее начало, да? Пленка ножа отсюда, сюда мотается. В детстве я вставлял кассеты, просто так. Что-то происходило. Все было нормально. Что и будет-то, это же техника. Если что, папка починит. Ой-ой-ой-ой, страшно. Я надеюсь на боевик. Я хочу хотя бы один боевикам, который я угадаю. Я хочу. Но я не думаю, что там будут ужастики, честно говоря. Может быть, один будет. Один может быть. Заезженный, то есть, который все знают. Какой-нибудь Фредди, либо Джейсон. Аптимизмом тебе не занимается. Да. И с какой стороны эта кассета? О! А это я знаю. Все, да? Play? Даже немножко волнуюсь. Бриллиантовая рука. А, ну... Так, ну это... Бриллиантовая рука? Советский фильм! Это бриллиантовая рука, походу. Точно. Короче, я еще перед сам началом знал, что там будут какие-то советские фильмы. Было такое предположение. Реально советский фильм. Бриллиантовая рука. Да, да? Такой дарт-хаус. Угу. Советский. Кстати, это гайдай. Вот это гайдай, я знаю. Ты не знал? Ну, я просто смотрел какие-то про гайдая видосы, и это вот точно он. Он сыграл этого пьяницу, которого... В тени? Не, пьяницу, которого возили. Его же не видно лица. Ну, тут-таки я даже не вижу смысла дальше смотреть. Это бриллиантовая рука, и... Блин, я думаю, ну все отгадают бриллиантовую руку, так что здесь, я думаю, все по баллу получат. Да, бриллиантовая рука. Из Азии мы отправились в СССР. Честь, я вам могу сказать, в сильной стороне это советское кино, как показалось. Да нет. Даже не сказал про это. Кстати, я вообще не упомянул, да. Я не пересматриваю его, оно просто постоянно где-то всплывает само. Это наше... Оно проклятое, оно преследует нас. Вот мы все знаем это только потому, что все смотрели на Новый год. Новогодние праздники у нас там сразу, про баньку вот это все. У тебя не бесило это? В детстве бесило. Я такой думаю, да вы уже трещу раз смотрели. Каждый год одно и то же. Уже как бы столько всего, уже Мстители появились, там Танос землю взрывает. А мы смотрим этот, как у Никулина рука сломана. Это вполне ожидаемый фильм. То есть вот с одетой кучей бриллиантовая рука, это типа, наверное, один из самых попсовых фильмов был. Я думаю, что вполне ожидаемо, что одно из этих кассет будет бриллиантовая рука. Я не фанат. Сейчас перемотаю своей бриллиантовой рукой. Че, ну я ставлю стоп, потому что я уже точно знаю, что я узнал. Это бриллиантовая рука. Я бы запутался, честно скажу, если бы не было звука этого про зайцев, которые тринь траву. Да, здесь все вообще, все понятно. Стоп и твой бриллиант? Ну, бриллиантовая рука. Музыка классная здесь. Ой. Со второй быстро получилось. Погнали дальше. Третий блинчик. Сейчас посмотрим. Gold Star. Вот такая штука у меня была. Упаковочка. Прям запомнил? Да, это я... Вот это было. Вот мне нравится вот эта... Это че за коробочка? У меня какие-то с ней приятные ассоциации. Вот с этим рисунком. И это типа компания лицензии... Что она делает? Выпускает кассеты. Тут вот она в самом начале практически. Скушал? Скушал. Такой умный. Голова. Головка умная. Ну, у него реально головка внутри. Так, тоже дисбаланс какой-то здесь. Я вам... Силы на твоей стороне. Да, не равны. Ладно, поехали. Так, это что-то уже... Американское. Ну, вот это прям... Ностальгия какая-то. Сразу. Что-то из детства. Погнали. А вы бы ангар нашли. Голос знакомый. Эй, нашли вы себе комнату, что ли? А вы бы ангар нашли. Здравствуйте. Надеюсь, вы потанцуете со мной. Это Санаев. Это Павел Санаев, кстати, на переводе. Ну, это американский фильм. Типичная комедия. Какие-то булавники. Мне кажется, я знаю, что это сейчас. Так вот, успею ли я угадать. Какой-то из 90-х фильмец. Какая-то комедия про детей булавников. Типа плохой... Трудный ребенок. Вот такие ассоциации. Там, по-моему, даже тот же актер играет. Я не помню, как его зовут, этот актер. Так, что это такое? Что это такое? Насмотреть? Я забыл, что надо смотреть. Это же надо угадать. Я тебя не буду клеить. Не качу, что... А-а-а! Блин, я пока не вижу вообще ни одного знакомого актера. Покажись, кто-нибудь! Блин, что-то знакомое. Это какой-нибудь голый пистолет. Потому что тут есть писюн. Лучший момент фильма. Подобран. Мне нравится. Блин, это было в Сердцеедка, когда у статуи этот пенис отбили. Боже мой! Мой прекрасный мужчина, он испорчен! Испорчен! Ну, это не Сердцеедки, конечно. Ну, это комедии из 90-х. О, правильно. Привет! Вы часто здесь бываете? Прикольно. Он ломает четвертую стену? Он сейчас в камеру посмотрел? Это прикольно. Сразу видно, что ты глубокий зритель. Ты завидел, что он сломал четвертую стену, а я завидел, что он только пенис сломал. Ну, я слишком серьезный просто. Я по этому комедии, чтобы меня насмешило, это надо. Я не знаю, что это должно быть. Но меня смешит, какая-то дурацкая хрень бывает. Абсолютно непредсказуемо. Голый пистолет? Ну, кстати. Нет, это точно не голый пистолет. Не знаю вообще, какой он про Коломбо, только комедийный вариант. Это не фильм ужасов. Мое предположение такое. Мои полномочия есть вообще ноль. Все, закончились. Я не знаю. Я сначала подумал, что по какой-то атмосфере какие-то отпитые мошенники, что-нибудь такое. Из такого разряда. Я даже не знаю, комедия, это или мелодрама. Где-то я его видел, но я его не могу. Знаешь что? Я его голос на оригинал. Вот это вот поворот. Этого актера я знаю в качестве озвучки. Он озвучивал мультик про собаку в Лас-Вегасе. Это ты говоришь про перевод? Нет, это я про оригинал. И собака с него срисована. А там такой был уставший бульдожик. И это он точно. Это я прям гарантирую. Не, походу я не знаю этот фильм. Блин, от 100. Я не знаю, что такое. Вообще ноль идей. Не знаю, вообще не представляю, как это называется. Я сегодня очень необычный гост. Он полный цикапат. Шоу, которое вы так любите и ненавидите. Волит Баркс. Встречайте, знакомьтесь. Волит Баркс. Подзнакомьтесь с Волит Барксом. Знакомьтесь, Волит Баркс. Я не знаю такого фильма. Поэтому без шансов вообще. Я не мог никак угадать. Вообще без шансов. А актера как зовут этого? Это вот это. У меня сразу в сцену. Может быть, даже он в трудный ребенок не играл. Я вспомнил сцену. Там был какой-то вредный дядь. У него была собака. Джек Рассел Турьер, которого накормили какой-то лопой-попой. Корм. Ну, там в разном переводе по-разному. И он окаменел, по-моему, этот пес. Почему такая ассоциация? Знакомьтесь. Джо Блэк. Знакомьтесь, Волит Баркс. И это... Ты знаешь, что ты назвал? Я не слышал. Нет. Какой год? 96-й. Офигеть. Это мне 3 года было. 96-го. С годом и страной ты угадал. Ну да. А я страну не назвал. А, ты не назвал. Ну, это же очевидно. Ну да. Ну, это, походу, комедия какая-то. Судя по этому веселому, задорному шрифту. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось это угадывать. Вот это, кстати, прикольный переводчик. Но я не знаю, как его. Санаев. Санаев. Я их по именам не знаю. Ну, вот какие-то голоса, конечно, они сразу, это ностальгия прямо из детства. Вот эти кассеты, они все были с такими переводами. Ну, вот это приятно, да. Это близкий мне голос. Санаев, да? Да. Да, Санаев. Заинтересовал бы, посмотрел бы потом. Я бы посмотрел только потому, что я знаю мультик, я тебе говорю. Мне интересно, как это все вот... Оно же все равно будет как-то работать вместе. Блин, ну это, конечно... Выбаливалось так. Это у нас третий. Третий был номер только. Впереди еще все самое интересное. Четвертый, ВХС-ач. Четвертый, погнали. Да, четвертый. А что, четвертая? Ну, вот там же написано. Я уже начинаю вкус чувствовать этого процесса. Очень прикольно. Ну, прикольно. У нас пока все очень разное. Что-то китайское, советское, американское. Вряд ли здесь будет что-то сильно современное, так кажется. А, ну, это же кассеты. Уже был один, получается, азиатский фильм, один СССРский фильм и один американский фильм. Вот таких не было точно. Extra Great. Какие-то вообще басы в технологии. Ну, коробочка прям больная. Белу, Белуш, нет, не Белуш, как его? Я путаю его с Белушей все время. Извините меня, я на минутку. Опа. Варус Видео. Знакомый чел. Брюс, Билл Мюррей. Вот отстой. Я просто не все фильмы с Белом Мюрреем видел. Погнали. Тут тяжело. Но Бел Мюррей... Как его зовут, господи? Все, теперь страдания моральные. Варус Видео, Бел Мюррей, Варус Видео, Бел Мюррей. Блин, обожаю Белом Мюррея. Блин, кассеты с Белом... Надо вспоминать, какие у меня были кассеты с Белом Мюрреем. У меня был какой-то рождественский фильм, типа рождественская история или что-то такое с Белом Мюрреем. Может быть, это оно? Офигеть. Точно знаю этот фильм. Но я не могу сказать, что это за фильм. Я смотрю этот фильм точно. Ну, это США. Точно. Круто, кстати, что здесь дубляжик. У Варус Видео 7 дубляжек. Я не знаю, это даже, возможно, лицензия. Но нет, нет, это не лицензия. Там должна быть наклейка. Наклейки нет на кассетах никаких. Переписано с лицензией от Варус Видео. Страшные флэшбеки, потому что я знаю этот фильм. Но я не могу, названия в голове вообще нету. Боюсь, что я не угадаю. У меня только один вариант есть в голове. Надо срочно смотреть всю фильмографию Белом Мюррея. А то я попсовый чел. Какие-нибудь там, блин, Охотники, День сурка. Ты видел с ним фильм? Конечно. Это Охотники за привидениями. Сразу первое, что приходит в голову. Но, похоже, я не знаю этот фильм. День сурка. Ну, это точно не Охотники за привидениями. Это точно. Где еще был Билл Мюррей? Да он наверняка в миллионе фильмов, в миллионе комедий сыграл. Билл Мюррей вообще много смотрел фильмов? Что же это за разом? Мне кажется, много, но как будто бы недостаточно. Предположения нет по поводу Билла Мюррея. Да. Нет, кстати, я бы не вспомнил. Почему-то у меня Буши, не Буши, у меня Белуши сразу приходят. Так не хочется укричать, хочется еще посмотреть. Я-то смотрел, понимаешь? Я вообще не вспомнил. Я, допустим, скажу, это типа потерянные в Англии. Не знаю, а так назову это. В Англии? В Атлантиде, нахрен. Да, Атлантида. Ну, короче, США. Тоже конец 90-х, начало 2000-х. Билл Мюррей, Билл Мюр, как правильно, Мюррей. Он явно играл очень много в многих фильмах, а мы из них знаем, скорее всего, там, парочку. Нет, если бы я его смотрел, я бы сразу сказал. То есть я в этом памяти, у меня нормально работает. Да не, это бред, я это все равно не угадаю. Ну, не знаю, у меня единственное предположение, что это может быть вот эта рождественская история, по-моему, так и называется фильм с Биллом Мюррем. Но здесь что-то как-то нету снега, нету Рождества, и какого-то праздника не хватает, какого-то расследования. Ну, короче, вот мой вариант только такой, потому что я больше-то и не помню фильмов. Но, блин, по-моему, Рождественская история это премьер-видеофильм, вот в чем прикол. То есть это не может быть рождественская история, я вспомнил, я вспомнил, что это премьер-видеофильм, а это Варус. Я не знаю такого фильма, я и правда не смотрел, и даже что-то название не вспомню. Ну, хотя нет, название, такое название обязательно должно было быть у какого-нибудь фильма, но я так сразу не знаю такого фильма. Я вот это название не знаю, но я фильм не осмотрел. Но название не знаком? Нет. Фильм я смотрел, но название... А про что фильм ты вообще не помнишь? Нет. Человек, который слишком мало знал. Вообще без понятия. А про что он? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Я бы заинтересовал, если честно, я бы смотрел. Я даже не видел, по-моему, такую кассету. Я не видел такую кассету от Варус Видео. Интересно, посмотрите, как она выглядит. Прикольно, Билл Мюррей. Что такое, когда Билл Мюррей видишь, думаешь, блин, это же Билл Мюррей, я точно должен знать, и потом такой... Да, да, да. А потом, когда знаешь, сколько у него фильмов, там, блин, вот такой список, там, ну, человек из Ашана отдыхает. В «Зомби-Лэнд» я бы его узнал. Тебе нравится был, Билл Мюррей? Да, очень. Ну, ты за охотника с привидениями, он чуть ли не самый любимый мой. Вот, кстати, он пугал меня. Охотники с привидениями. В детстве. ЗУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ жарится на столе и этот холодильник почему-то очень страшно. Вообще классный фильм. Вот вроде как типа элементы комедии, но при этом местами жутковато очень. А еще бабка в библиотеке. Самое первое привидение, которое там появилось. Больше боялся или тебя смешно веселило? Мне было интересно больше. Вот типа не было страха, не было. Хотя нет, был момент страха, когда там, по-моему, это вторая часть, да. Вторая часть была страшная, когда ребенка похищают. Этот момент прям, да, где художник этот, который, да, вот художник. Это было жутко. Глазами думаешь, ну пипец, тебя также могут забрать. Четвертое тоже мимо. Ничего, впереди еще целых семь кассет получается. Так, пятая кассетка. Пятерка. Так, ноль из пяти. Уверенно идем. И четырех пока. Ну, сейчас будет из пяти, я обещаю. Моя сердце заболеет. Четыре. Да, все нормально. Это просто что-то защемило. Так, мы готовы? Погнали. Жесть. Я не с этого хотел начать фильмы. Это про Цезаря. Я надеюсь, это не порно. Что-то интересное. Ой, тут груди. Что происходит? Ну, такой контент. Придется потом за... А, окей. Мне нравится чем-то даже. Когда на экране что-то происходит такое слишком неожиданное, тебя это цепляет и хочется смотреть. Она похожа на эту певицу, которая сцекала Лолита. Какой-то исторический фильм. Спартак с Тенли Кубрика. Я не знаю. Что за жесть. Нет, это что-то троянский конь. А, это не троянский конь, просто конь. Это конь. Короче, моя версия, что это Клеопатра, а это Александр Македонский. О господи. Это все очень странно выглядит. Это какая-то историческая хрень. Причем так дешево снято. Я, конечно, ожидал, что будет какая-то там порная история и что-нибудь такое. Но это прям какая-то историческая комедия с обнаженкой. Такого я реально не ожидал. Горчаков. Это он? Это же заводной апельсин. Актер. Я забыл, кто кого зовут? Это он. Это точно он. По глазам я узнал его. Но он всегда снимался в сомнедельных фильмах. Он тискает из-за груди. О-йо-йо. Как будто черный квадратик. Вам тоже неловко, когда смотрите с кем-то кино и там какие-то такие вещи происходят? Мне кажется, это с детства. Когда смотришь с родителями, вроде нормальный был фильм, а потом начинаются какие-то поцелуи или какой-то сексуальный контент. Ты такой... Да, типа... Тебе даже ничего не говорят, но какая-то неловкость возникает. Вангини. 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 Цезарь, Цезарь, да. Они просто какие-то имена называют, я пытаюсь по именам понять. Типа это Клеопатр какая-нибудь? Страсти Клеопатры? Похоти Клеопатры? Каллигула! Это Каллигула! Чуваки... Страсти Каллигулы какие-нибудь? Есть же такой фильм Каллигула? Мне почему-то такое чувство, что он такой фильм есть. Каллигула? 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 Он Каллигула? Ну, теперь можешь порассуждать, что это может быть? Я могу предположить, что это не сериал, это фильм, потому что тут молодой Макдала, это точно 25-30 лет, наверное, не больше. Я даже не уверен, что это Клеопатра на самом деле, но первая ассоциация, естественно, какая-то царица. Про Каллигула. Каллигула это все-таки Рим, да? Клеопатра это Египет. Сколько секунд понадобилось? Просто я, по-моему, видел кассету с названием Каллигула, и мне казалось, что там будет какой-то, ну, типа, исторически нормальный фильм. А тут он ее так жмякал, уже жамкал за ее грудные клетки, что я даже не уверен теперь. Кстати, возможно, что, как бы, это так было в те времена, потому что это была нормальная тема. Особенно вот эта Клеопатра, она была немножко на этой почве сексуальных утех, такая она была, по-моему, повернутая дама. Возможно, да, это довольно достоверно. Не знаю, молодой Каллигула, так назовем этот фильм. Но это жесть. Показывать гениталии, вот, и нужду, и так это все сделано, ну, не знаю. Псевдоисторическая какая-то, не знаю, как безмотно сказать, параша просто. Какой-то исторический жанр какой-то трэш, честно говоря. Вроде как комедия, но какая-то обнаженка отливает. Че-то какой-то трэшачок. Но прикольно, заинтриговало меня. Ну, на первом месте все-таки Билл Мюрри и вот это было. На сладкое. Да. Я слышал просто это название, ну, реально, я думаю, что это, ну, какой-то историческая драма, там, мелодрама. Спасибо, что они говорят ее имя в этом фильме. Или его. Кто это? А, он. Каллигула, это он. Твой вариант от названия. Ну, вот, молодой Каллигула, можно сказать так вот. Ты не смотрел? Нет. Точно нет. Вообще нет. Ладно, пусть будет Клеопатра, надо было что-то уже решить. Значит, название фильма Клеопатра. А, название? Да. Ну, твои предположения. Ну, пусть будет Клеопатра и Каллигула, пусть будет, не знаю. Не, пусть будет Каллигула лучше. Каллигула. Окончательно? Да. И что, в итоге? И хотя я взял имя Каллигулы, я все и никто. Таким образом, я бог. Бог Гучуани и Пентхаус Филм Интернешнл с участием Малькла Макдобала. Каллигула. А просто Каллигула? Все? Да? Да, это Каллигула. Офигеть. Он так и называется? Каллигула? Да. Он сказал плюс бал. Бал. Первый. А, второй. Бриллиантовая рука. Да, да, да. Ее! Бал, бал в копилку! Бал в копилку! Все-таки мозг у меня еще не морозилка, а бал отправляется мне в копилку. Каллигула называется фильм. Да. За счет, да. И, кстати, ты сказал, у тебя ноль, у тебя не ноль, ты же посмотрел, узнал, бриллиантовую руку. А, ну да, точно, точно. Ее! Ну, это жесть, это жесть. Ты просто пальцем в небо, ну, только потому, что, ну, было бы тупо назвать его Цезарь. Это же не Клеопатра была, как я понял. Я не знаю, мы просто начали перебрать все исторические имена, которые только могут быть. Причем, за этим я даже не разглядел Малкольма Макдаула, короче. Я даже не обратил на меня никакого внимания. Слишком много чего было там посмотреть. Без Малкольма. Два балла. Переходим к шестой кассетке. Шесть. Был бы еще два раза шесть, и было бы число дьявола, но просто шесть. Так, шестая. Тоже мое любимое Голд Стар видео. Так, Голд Стар, еее. Откуда ты кончишься Голд Стар? Да, не знаю, откуда-то у нас они были. Я вот не помню откуда. Ну, мы вот просто ими пользовались, Голд Старами. Ну что, получается, это довольно интригующе. А это вполне может оказаться чистой кассетой. Она типа на самом конце, я ее промотаю, короче. Куда-нибудь в другое место. Из того места начнем просмотр. Так, ну, предположим, вот здесь посмотрим. А вот это домашнее видео, чуваки. Наверное. Опа-на! Ну, это уже что-то из семейных архивов. Поехали. Класс. Концерт. Ну, я думаю, что это свадьба, либо концерт какой-то типа в ДК. Может быть, это папа оператора, например. Или брат. Ну, тут как бы угадать шанс один на миллиарды. Сколько людей в мире существует? Если бы это был мой дедушка или дядя, то, возможно, тогда бы я угадал название мероприятия. Ну, так я, к сожалению, наверное, все-таки сдаюсь. Ну, чувак, этот мужик не похож на артиста профессионального. Я думаю, что это свадьба. И судя по тому, что ему так держат микрофон, как будто просто на свадьбе там был тамада и был, не знаю, отец какой-нибудь, чей-нибудь. Или дядя, который решил сыграть. Нравится этот человек, который держит ему микрофон. Типа ему стойку дают, чтобы он не держал ее. И микрофон ему. А почему аккордеон не подзвучил? Он под фанеру, что ли, играет? 28 апреля 2004 года. Прикольно, 2004 год. Почти 20 лет этой кассете. Ну, здесь есть дата. Уже хорошо. 2004 год. Это какая-то свадьба, скорее всего. Кто-то частная видеосъемка. А может, концерт. Не знаю. Я на каких концертах ходил? Заставляли или по своему желанию? Ну, наверное, заставляли. Но, как бы, похожая была история. Один раз я ходил просто потому, что хотел узнать, посмотреть. Молодой еще был. Тупо меня мама в театр привела, короче, в детстве. На спектакль. То-то, так-так-так. А, концертный зал. Блин, нет, значит, не свадьба. Это какой-то дискач, что ли? Нет. Ну, да, это концерт ДК местный какой-то. Потому что, ну, условно местный, имею в виду, что местечковый. То есть люди просто рабочие, видишь, у него руки какие. Женщины тоже уставшие. Но других развлечений нет. О-о-о-о-э, жук. Я тоже снимаю. Офигеть. Это вот прям флешбеки какие-то. Короче, я понял, чувак устал держать микрофон в одной руке. И не шел на другую сторону, чтобы в другую руку микрофон взять. Но тут, как бы, я думаю, что это просто минус кассета. Тут никто не может угадать. А здесь нет названия. Как я могу... Здесь балл невозможно получить за это. Это подстава. Ну, давай попытаемся хотя бы попробовать страну, примерно, регион, давай угадать. Со свадьбы я уже ошибся. Просто очень странно, если это артист. Дядя Вова балалаишник. Дядя Коля баянист. Марина с подружками. Они театральный номер ставят какой-то. И там потом фокусы, жонглирование. Изда на одном колесе. Вот это что-то из такого разряда. Прикольно, домашнее видео, реально. А на хорошего понемножку. Этично ли это показывать, поступил вопрос. А этично было выходить и на кордеоне эту песню играть. Он хотел с ним творчеством поделиться. Он поделился им. И, пожалуйста, чуваки, зацените. По-моему, обалденно. Ну, какой-то, да, местный дом культуры. Какой-то, как бы, людей мало. То есть, явно неизвестный какой-то артист. Стопарь. Снимали такие домашние видео? Да. У тебя сохранились свои архивы из детства? Папа, у тебя, папа, у тебя была камера? Камеры не было у нас. Была у крестного отца моего брата. Новый год, 2000-го годного. 99-2000-й снят на камеру. Там сосед в себя петардой в ноги стрельнул. Мы чуть не подожгли конюшку. И мой брат там плакал. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Приноси, посмотрим, короче. А сейчас для вас поет ее самый молодой участник нашего концерта, но уже не раз бывавший в разных концертах, исполнявший в руках дарвинских песен. Прошу, встречай. Ну да. Ну пусть будет Кавказ. Ну мы-то сами не знаем. Ну мы все, как бы, не знаем. Это нереально угадать. Ну нереально. Не, можно, конечно, выложить в сеть, попросить, ну просто цифровать полностью. Выложить в сеть, сказать, кто-нибудь знает этих людей. Это просто... Ну или там нейросеть сейчас же уже есть. Какой-то мы нечинистый попахивает собирать домашние видео других людей, знаешь? Ну, на которых есть ты. Блин, надо, короче, приложение, типа Shazam сделать. Нужно угадывать в кино. Вот так вот снимаешь, и он тебе показывает совпадения какие-то. И вероятность совпадения... Какого есть? Не знаю, может уже есть. Мы вообще сейчас в прошлом. Домашние видео тоже теперь офигенно, реально, как будто специально была подобрана вот эта вот вся куча кассет, но нет, но уже реально из каждого любые варианты осталось только реально какой-нибудь... Не, ну порно, Каллигула, по сути, тоже порно уже. Осталось на какое-нибудь жесткое порно попасть и на какое-нибудь убийство. Так, переходим к седьмой, да? Получается, кассета седьмая сейчас у нас. Следующая? Да. Цифра семь нам нужно повезти. Седьмая кассетка тоже Goldstar. Ну, это что-то прям... Кажется, как будто бы... Прямо это все семейные архивы. Будет страшно, если так и есть. Что же это будет? Так, номер семь. В студию. А, ну... Винни-Пух, да? И Ослик и А. Кстати, там же реально были... Там и свиники-то были. Чё, погнали. О, это Шрек. Что? Это Шрек. Первая часть Шрека. Да. Сейчас будут глазки. Так, это Шрек. Но! Осталось определить, какой это Шрек. А, ну вот, кстати, по поводу части. Да, какая часть, я могу не угадать. То есть, это Шрек. Вот это точно не первый. В первой части она, по-моему, Фиона не гоняла в образе великанши так долго. И родителей там не было. Второй или третий, наверное. Я не настолько фанат Шрека. Блин, я вообще, короче, не знаток Шрека. Только знаешь, он зеленый. А, на принцессе здесь уже, подожди. Так, она здесь уже зеленая тоже. Семья у них уже вся зеленая, короче. Уже видно, что много лет живут вместе. Да, я все смотрел Шреки. Нет, еще посмотрели, посмотрели. Что? Сейчас придет этот, Чарминг на коне. Это свадьба, ну, подгодка свадьбы Гермионы и Шрека. Как ее зовут? Не Гермиона. Гермиона из другого. По-моему, в начале третьей части он умирает. Вот этот отец. Так что это скорее. Пусть будет второй. Принцип. Блин. Вот черт. А пошло оно все. Наверное, это первый Шрек. Это не первая часть. Это третья часть. Шрек навсегда, наверное. Шрек навсегда. И детка, они одинаково нарядны, да? Yes. Шрек навсегда. Так, они уже знают, что Шрек с ней. Нет, наверное, второй все-таки. Это, наверное, второй Шрек. Пофиг. Блин, это опасно. Но, по-моему, в первом они приехали... Подожди, они вернулись во дворец. Что-то такое там было. И, по-моему, они только в самом конце вместе затусили. Она превратилась в зеленую принцессу. А если она уже зеленая принцесса, поэтому, наверное, типа, это второй Шрек, я предположу. Я не разбираю Шреки. Пофиг, все, я все останавливаю. Короче, я говорю, что это Шрек 2. Мой окончательный ответ – Шрек 2. Вот. Это Шрек навсегда, скорее всего, третья часть. Там папа превращается в конце в лягушку. И там пряня, большой пряня. Это самое главное. Там под песней, я забыл, какую песню, но там пряня большой, который, ну, они его сделали большим, слепили пряню. Все части помните, что было в каждой? Их пять или шесть. Шрек навсегда – это другая часть. Шрек навсегда – это с Румпенштильтским. А это как-то по-другому называется. Но это Шрек 3. Шрек 3. Это третья часть. Принцесса Геона? Нет. И слава богу. Шрек 2. Второй Шрек? Да? Методом дедукции. Это вторая. Это вторая? Серьезно? Как? Офигеть. Вот это. Я так уверен, главное, Шрек навсегда. Йоу, да, это оно. Шрек навсегда третий. Но это точно пряня. Там пряня будет. Да? Походу, мне говорят, что я угадал. Ну, короче, прикольно. Кстати, смех-то в чем? У меня вот кассета стоит в Шрек 2. Я буквально недавно на барахолке ее купил тоже. Типа лицензию, правда, от премьер-видеофильм. А тут, короче, пиратка с Шреком 2. Это, конечно, феномен, типа, смог себя, он там перевернул. Как бы мультика для взрослых тогда не было. Анимационный фильм, который не только для детей. То есть, типа, его могли смотреть, пойти в кино родители с детьми и тоже посмеяться. Там и взрослый юмор такой. Я отчасти тоже фанат Шреком. Мне нравится. По крайней мере, ну, я не настолько, что прям вот знаю их, но мне нравится как-то все было. Шреку когда? Ну, достаточно, да. Пол балла. Ну, не опозорился хотя бы здесь. Третий балл, да. Все правильно. Ну, ладно, я думаю, что мы спокойно переходим к восьмой кассете. Слушай, ну, мы ускорились нормально. Мультик! Теперь еще был и мультик. Отлично. Погнали? Дальше. Вот это что-то прям обложечка крутая. Ну, мне нравится, как она сделана такая. Как будто не подвиняется. Вот из такого были эти. Кто-то называет их капсулей, кто-то называет их фишки. Вот из такой. Да, 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 пластиковый. Читос такие были. Еще были, у меня были покемоны из такого вот. Может коробочную удачу держать из такого? Не, не, не. Всего 11, да? Да. Что-то припасено интересненько. Восьмая, восьмерочка. Бесконечность. Она ровно посередине. Кстати, это может помочь в угадывании фильма, то есть на каком моменте установлена кассета, допустим. Это вообще лицензия, судя по всему. Тут есть наклейка ОРТ. То есть издание какое-то от ОРТ я такие видел. Будет какая-то серединка фильма. Но ближе к началу все-таки чуть-чуть. Я же говорил, нам повезет. На седьмой цикле. А вот тут уже... Так. Бандюки. Питерские номера. Страшно. Погнали. Поехали. Лицензионный какой-то фильмец. И походу русский. Нет? Да. Это... Это «Чайка» или «Москвич». «Чайка» или «Альбатрос». Хабенский. Хабенский? Молодой, да. Это Константин Хабенский? Похоже, да? Это из «Улицы разбитых фонарей» тоже актер. Вот тот. По-моему. Который за рулем. Их же было дофига этих сезонов. Это «Улицы разбитых фонарей». Потому что там «Дукалис». Никогда изображение такое. Но это голос Стивена Сигала официально в России. Если кто не знал. Это официальный голос Стивена Сигала в России. «Дукалис»? Да. А это не они, кстати. Это же «Дукалис». Это «Улицы разбитых фонарей». Ну, это «Менты». Сериал «Менты». Я не знаю, как он. Мы так называли. Потому что там много было вариантов. Ну, просто это как будто фильм. То есть как-то слишком художественно снято. А не было фильма «Улицы разбитых фонарей»? Улица разбитых фонарей идёт в кино, я сейчас не знаю, вот что что, а тут я вообще без понятия, Хавенский по-моему играл то ли в убойной силе, то ли в чем-то таком, я не знаю откуда это у меня в голове взялось, но он где-то там по-моему снимался Я знаю только, что это был сериал, но картинка местами, особенно пролёт, как будто бы киношный, да, вот только когда они в тачку садились, уху, и улетало всё, а это точно сериальная история, ну или дешёвое российское кино тоже может быть Нет, это явно кино, полнометражка, поэтому, блин, просто актёры все, кроме Хавенского, или Хавенский тоже играл в Улицы разбитых фонарей, мне, кстати, больше всего нравился всегда этот с длинным носом в шляпе Ну, кассетка подпорчена немного, типок в чёрных очках, блин, ну хоть бы ещё какое-нибудь лицо знакомое увидеть, я просто вообще не знаю, что это может быть Я всё-таки за то, что это сериал, где-то они старались, а где-то не очень Блин, тоже знакомый актёр А что у вас? Известный, ну достаточно популярный, мне кажется, как будто бы это он, но я не уверен Слебряков, что ли? Порожественным познанием русского кино Ты же их тоже знаешь всех Не, я вообще, честно, даже не буду предложения строить, вообще не знаю, помогите Тара-тара, опускается туман Это не Улица разбитых фонарей Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Это можно штопать, но это, это один из той вот этой вот эпохи сериалов про ментов Ну, слушай, за неимением других версий пусть будет Улица разбитых фонарей, потому что половина актёрского состава оттуда Я так и не понял, местами кажется, что это полнометражный фильм, но местами как будто и сериал Ну, честно, я вот сколько кассеты покупаю, я не видел, чтобы улицы разбитых фонарей продавались в лицензии. Напишите, выходили ли? Хотя я не уверен, что я хочу это знать. Менты. Вот так мы просто в детстве это обсуждали, как менты. Мы просто все называли, типа, менты. А какая часть улицы разбитых фонарей, там, другой какой-то сериал. А он все был менты. Вот другой какой-то, это вот, собственно, тот уровень. Это он и есть, я знаю. Нет, не вспомню. Ну, я, типа, знаю, там, Бандинский Петербург, Бригада, Улица разбитых фонарей. Это явно что-то другое, но просто я не вообще не вспомню. Классика бьет. Да. Ну, в общем, твой ответ. Улица разбитых фонарей. Да. Убойная сила. А что, полнометражка, что ли, была? Убойная сила. Пипец. Кто такой еще свисток был? Да, типа. Бум-бум-пуруру-пу. Блин. А, убойная сила, да, 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 да. Не, я бы не вспомнил. Да, вот я теперь точно... То есть он был и... Ну, он тоже был довольно известный. А они не были связаны, случайно? Может быть, это продолжение, типа? Убойка, да, убойка, так... Я не знаю, чем отличается убойная сила по рыцарь с видом фонарей, честно. Тем, что там другой немножко состав. Хабенский был в убойной силе, но его не было в улице разбитых фонарей. Ну, я не видел Дукалеса. Но мы почти были близки. А убойная сила, возможно, выходила на кассетах. Наверное, выходила. Не спрашивайте меня, я не знаю. Я хоррор собираю, фильмы ужасов. Но это тоже русские ужасы такие своеобразные. Слишком реалистично, похлеще любых макиментарем. Прикол в том, что часто сериалы про ментов, еще больше, но вот эти... Вот с тех времен, они вот оттуда все пошло. Ну ладно, это как бы... Я бы не убойная сила, пипец, не вспомнил бы. Причем я заставку помню даже. Где они там эти автоматы собирают. Надежды, что я хотя бы просто что-нибудь еще затащу. Девятая кассетка. Почти такая же, как шестая, но перевернутая. Девятый. Меломан. Наводит на мысль, что это может быть музыка, а не фильм. А, это компания, которая выпускает кассеты? Меломан. Что-то лицуха, да, я прям обратил внимание. Кстати, это кассета от Меломана. То есть это лицензионный должен быть был фильм. От CP Digital даже. Есть голограммка и наклеечка Меломан. Но названия нету. Кстати, мало пленки, да, для фильма. Пленки маловато. Ну, эта коробочка была такая, да? То есть ты не специально подставил. Коробочка подставил к этой, потому что она просто с коробочкой появлялась. А, все. Я говорю, не к тому, что ты достал из коробки, вытащил, поставил в эту коробку специально для... Так, ну чего у нас не было-то еще? Я даже не знаю. Домашнее видео было, русский сериал был. Что это может быть? Документалка? Так. Какой мой усердный. Чистит зубы. Погнали. Настарго. Француз? Кифень. Это французский фильм, что ли? Я только сейчас понял, что они французскому говорят. Нет, я тут тоже пас. Это Unreal. Светокор, как в Леон. Зеленоватые оттенки. Французское, да, кино? Что-то европейское. Скорее всего, Франция. Сложно расслышать. Да, да, Франция, точно. Может быть, даже Люк Бессон, кстати. Потому что Леон-то Люк Бессон снял, да? Я французские фильмы знаю только Астерикс и Абиликс. И Такси. Но это точно мимо. Это какая-то французская полукомедия. Полу что-то драма, что-то такое. Честно, мне уже спать захотелось. Это был вид этого фильма. Дети кричат. Кошмар наяву. Фим ужасов. Либо Бессон, либо кто снял Амели? И там тоже, вот они почему-то любят Амели тоже в зеленых, зеленоватых оттенках. Я бы назвал это Амели, потому что я не смотрел Амели. Ну да, это Франция, Париж, вон. Это Эйфелева башня. Познание поражает нас. Это Франция, Париж. Эйфелева башня. Блин, ну я даже не знаю. Вот это реальное издевательство. Мне даже кажется проще... О, нет. Французский фильм, французский фильм. И актеров никого не знаю, естественно. Вообще без догадок. Актера я знаю, но я не скажу, что я его где-то видел еще много раз. Но это не Жерар Дипардье. Это какая-то дурацкая комедия про няньку. Усатого няньку. Надо было остановить пораньше. Я не знаю. Какое-то говно. Было на экране. Он какает. У меня почему-то была идея, такая мысль, что если бы не Франция и не Люк Бессон, или там кто-то из них... Как будто это про детство какого-то супергероя. Что типа он потом вырастет и станет... Если бы это было американским. Давайте посмотрим. Как раз самое интересное начинается. Сплошное молоко. Натуральный продукт. Сплошное молоко? Это парень... Ну, блин, вообще-то не очень красиво. И там такие яйца здоровые. Ну, давай вот так вот. Вот так вот на это. Это жесть. Это какая-то жесть. Ну, французы... Они свой рынок всегда делали сами. Ноль идей вообще. Просто ноль идей. Актеры неизвестные для меня. Фильм про срущих детей. Тоже что-то не припоминаю так сразу. Не отложилось у меня в памяти. Хотя я такое запомнил. То, что у чувака отложилось знатно. Ну, короче, пусть будет Франция, нулевые, Люк Бессон. Название без понятия. Не смотрел. Нет, нет, точно не смотрел. А прикинь это Амели. Не-не-не-не, там по-другому. Короче, лень думаешь. Амели. Я так понял, тут в тело в ребенка вселяется какой-то мужик. Как-нибудь он называется что-нибудь, типа, ну, про переселение, типа, душ. Я думаю, что-нибудь типа такого. Грязная жопа. Ну, это не... Ну, это... Практически синоним названия фильма. Синоним? Грязный младенец. Синоним грязной жопы, грязный младенец. Не знаю. Усатый французский нянь. Вот так, пускай будет. Все. Мне кажется, что он с нами. Не доставишь же ты меня так, что ненавижу. Плохое настроение. Плохое настроение, это фильм. Я не знаю такого названия. Я не слышу вот названия. Плохое настроение. Режиссер. Режиссер неизвестен. Скорее всего, какой-то Франсуа де Пари неизвестный. Плохое настроение, потому что ребенок обосрался. Глупая. Ну, ладно, там, возможно, не в этом суть. Но от фильма уже повел реально каким-то плохим настроением. Название говорящее. У нас хорошее настроение, так что погнали дальше побыстрее. Мы должны отмывать говно с попки младенца. Все-таки Франция сразу узнается. Да, у нас, по-моему, по языку. Даже по... Ну, не Франция, а европейское кино от американского сильно отличается. Я не могу даже сказать, чем, но... Я бы посмотрел просто интересно, потому что французский вообще, в принципе, до нас мало что доходит. Но у меня интересно, о чем вообще это... Вот все время будет с ребенком нянчиться. Если будет так, то это будет скучно. Но я думаю, что там не так все будет легко. Блин, реально хоть бы один ужастик, хоть бы один... Одинешенек, фильм ужасов-то попался. Где фильм ужасов? Блин, у меня такие же надежды были на эту кассету от меломана. Я думаю, здесь будет какой-то популярный фильм. Не ожидал, что здесь будет какая-то французская комедия. Десятая кассетка. Так, ну осталась одна кассета и одна бонусная. Десятая. Почему-то у меня какое-то корейское сразу. Я ее буду как этот экстрасенс. Корея. Наприклад, битва экстрасенсов. Нет, она позже выходит. Тут у нас получается тоже ближе к началу что-то. На ней, по идее, можно маркером нарисовать, чтобы название было. Но это непрактично, конечно. Ну что? А. Ну это... Слишком просто. Она автоматически включилась. О-хо-хо-хо-хо-хо-хоу! Ну как же без советского мультфильма? Простоквашино. О, блин, какая часть, а там же их несколько. Это, это... Ну, это Простоквашино. Ну, кстати, там название, по-моему, какое-то... Во-первых, их там частей, да, надо точно назвать? Вот это уже сложнее. Так, а там же ведь, по-моему, несколько частей было тоже, да? Простоквашино этих. Там были каникулы в Простоквашино, что-то еще было в Простоквашино, по-моему. Офигеть. Какая часть? Сейчас будет фиг вам. Это я все, что помню. Я не помню, какие там названия. Добро пожаловать в Простоквашино. Нет. А просто Простоквашино, там, это не было такого, да? Это... Блин, я только каникулы помню. Там еще, по-моему, было возвращение в Простоквашино. Или что-то такое, я вообще не помню. Блин, это подборка, она меня проверяет на прочность, реально, мои нервы. Потому что я начинаю нервничать, когда нет фильмов ужасов и одни мультики. Я смотрел, конечно, в детстве меня заставляли смотреть эти мультики. Я просил оборотня, а мне включали каникулы в Простоквашино. Были такие случаи. Поэтому я с тех пор не пересматривал ни разу этот мультик. Если я читал какую-то адскую конспирологическую теорию про Простоквашино, про то, что дядя Федор, это на самом деле не мальчик, а какой-то взрослый дядька, который то ли сошел с ума, то ли какой-то маньяк. Он был какой-то трэш, кажется. Какая-то, может быть, часть. Это там, где вашу маму и тут, и там показывают. Про лыжи, скорее всего. Потому что кот в шапке и в этом. Вот. А он в кедах, ему холодно, ну. Потому что голова. А Печкин всегда ходил, в любом время, дня и ночи он ходил в этом своем тулупе. Он в какой-то шапке. То есть это Новый год, возможно? Походу, Новый год. А как новогодняя серия называлась? Каникулы. Новый год в Простоквашино. Это подвох. Типа, с первых кадров, конечно, понятно, что это Простоквашино, а вот какое Простоквашино. Мне кажется, их три или четыре было. Ну, Новый год, зима. Это его нет. У дяди Федора, да, пацана? Его уже забрали родители, а животные эти без него остались. И он, видимо, пишет письмо Федору, то есть, типа, он сейчас не с ними, они одни. Это точно зима, они все в шапках и холодно, они греются. Надо вспомнить каникулы в Простоквашино. Деревня Простоквашино, по-моему, да, так называлась? Как это называется-то? Скорее всего, это Новый год с Простоквашино так и называется. Мне кажется, это последняя часть, которая была выпущена. Я просто не помню, потому что смотрел книг в хронологическом порядке никогда. Это новогодняя серия. Я помню, они потом приезжают в этот вот домик Простоквашино, там все собираются, они там что-то Новый год по радио слушают, по-моему, огонек какой-то там. Но как это называется? Я знаю, что есть название каникулы Простоквашино, там, по-моему, было несколько частей, они, по-моему, по-разному назывались. Название? Я тебя название ждал. Деревня Простоквашино. Ну, это, скорее всего, неправильно, но правильно я не вспомню. Пусть будет так. Деревня Простоквашино? Да. Я помню, была серия про клад, когда только Леди Федор туда уехал, первая серия. Она прямо на этом заканчивается, по-моему, у меня Леди Федор уезжает и все, до свидания. И где они письмо писали, типа, у меня все хорошо, шерсть вылазит, хвост отваливается. Это все, что я помню. Но это, я думаю, вот Новый год с Простоквашино. Это мое. Ну, других я... В первой серии, помню, он уехал, и они, типа, остались одни в Простоквашино, он уехал в город. А потом он вернулся. Ну, это возвращение в Простоквашино, наверное, я не знаю, как по-другому это называется. Возвращение в Простоквашино. Простоквашино, часть вторая. Федор жив. Точнее, животные разговаривают. Это стрёмно. Почему он с животными разговаривает? Почему он один, без родителей? То есть вот так, если вдуматься, да? Типа, мальчик живет в каком-то доме с собакой, с котом, без родителей. Почему он дядя Федор? То есть куча вопросов возникает. Печкин, новая кровь. Короче, я не знаю, что ответить. Пофиг возвращения. Я теряю этот балл. Как я могу жить без вашего Простоквашино? Вот это все, что я могу даже засунуть. Ну, это... Ну, и Рождество же. Блин! Я не угадал название. Я был прав, что это не первая серия, сто процентов. Это именно зимняя серия. И, как ни странно, она называется «Зима, мать ее в Простоквашино». Но это не за счет. Я называл «Возвращение в Простоквашино». Я не знал, что там есть зима в Простоквашино. Зима в Простоквашино. Офигеть. Я даже не знал. До этого момента я не знал, что они вообще как-то по-разному называются. Я просто думал «Простоквашино». Там, короче, три части. И первая называется «Трой из Простоквашино». Вторая называется «Каникул в Простоквашино». И третья называется «Зима в Простоквашино». Ааа. Это «Зима в Простоквашино». Не, ну я бы не вспомнил. Блин, ну это... Ну это... Это просто... ЛОГИКА! Да, но я ей говорю название, я никогда не запомнил такие. Ну типа «Простоквашино» и «Простоквашино» там. Как с ментами. Да, как с ментами. Вот примерно тот же самый. Вот «Менты» и «Простоквашино». Все просто. Ну это типа, блин, «Зима в Простоквашино». Если бы песню вспомнить, как бы не было зимы. В городах и все. Поэтому эти крутые. Я тоже не знаю. Все, теперь перевяжется. Вот, приехали родители, они сейчас его заберут. Они его сейчас заберут с собой. Такому у детей нет права выбора. И хоррор им смотреть тоже нельзя. Ладно, переходим к такому вот... К сладенькому. К самому сладенькому. Последняя кассетка. Одиннадцатая. Запретная кассета. С какой-то страшной надписью. Что здесь будет реально? Вот это сюрприз. Бонусное, да? Что-то страшное. Ни о чем не говорит. Ну, стой, я ошибся здесь. Я думал, это корейское, а это не корейское. Так что... Полароид. Это, блин, солидно выглядит. Полароид. У меня только фотоаппарат был. Ну, это же не у меня. Хочется какой-то музыки почему-то? Не знаю. Какой-нибудь клип музыкальный. Хотел открыть? Да. Нет, не хотел. Потому что что-нибудь другой жанр хотя бы. Черепашки-ниндзя или... Вот что бы я хотел. Я бы хотел, чтобы там был спайдер. Все бы хотели. Но... Так, это запись. Это запись какого-то канала. Ммм... Это это же. Ммм... Так, это Сальма Хайк. Сейчас, секунду. Я знаю этот фильм. Прикольно. Это Юрий Живов. Мой любимый, кстати, переводчик. Кайф. Только что за фильм я не знаю. ВОСТ... Что? ВОСТ... Это как будто... Это не НТВ плюс, нет? Так, бильярдный шар, из которого идет дым. Что-то знакомое такое до боли прям. Причем-то Ван Хессинг, первая ассоциация. А-а-а. Уилл Смит. Так, это Уилл Смит. Это Уилл Смит. Это не Уилл Смит. Тут просто такое качество, тут реально нифига не разглядеть. Вы не подумайте чего-то плохого обо мне. А это... Господи, как его зовут? Ммм... Самое тупое, что я не знаю этот фильм. Я не знаю название. Это... Дикий Заб... Дикий... Вайл Вайл Вест. Типа того, как-то так он называется. С Уиллом Смитом. Да, есть. Он как раз зашел в кадр. Да, я смотрел. Дикий Дикий Вест. Вот так как это называется. В российском варианте. У меня есть предположение. У меня есть предположение, что это Дикий Дикий Вест. Это Дикий Дикий Вест, мое предположение. Потому что это... Я помню, у меня кассета такая была от Most Video. А Most Video, она, возможно, как-то связана с этим значком. Я просто не могу прочитать. Воз... Что там написано? Вознесение? Вос... Восстание? Что там написано? Я не понимаю реально. Восток? Какой-то, по-моему, был такой довольно провальный по сборам. То есть я про него что-то знаю. Потому что я знаю, что Уилл Смит снялся в каком-то фильме типа вестерна. И он был не очень удачный по сборам. Кстати, фильм провалился, оказывается. Я узнал потом, что фильм провальный. Он там неудачно вышел, по-моему. И вообще был ямой. У тебя понравился? В детстве, да. Сейчас я скажу, что он дурацкий. Да, это вообще не здорово. Тут очень много такого. Чуваки, я практически на 100% уверен, что это Дикий Дикий Уэст. У меня есть такая кассета, она, кстати, застряла у меня в ведаке дома. Так и там застрявшая и остается. Это же не Пинал Пакрус было? Или Сальма Хаек? Сальма Хаек, любимая актриса моего бати. Настолько, что он выучил испанский. Ради меня. Да, да, да. Мой ответ Дикий Дикий Уэст. Все, просто так. Потому что у меня такая кассета есть. А когда у меня есть какая-то кассета, я, скорее всего, уже этот фильм запомню. Даже если я его не смотрел. А я его не смотрел. Но я помню эту обложку. Помню, что там был Уилл Смит. Там какой-то типа Дикий Запад, но при этом там какой-то футуризм. Ну, не футуризм, как это сказать. Что-то Будуль какой-то. Я не знаю, какие-то приблуды, короче, там есть. Типа, изобретения какие-то прикольные. Такой, типа, попытка в какой-то непонятный вестерн. Современный, там, на разное время. Молодой, молодежный. Так легко? Вау, вау, вест. В принципе, если сильно покопаться в памяти, может быть, я название бы вспомнил. Но это надо копаться... Ты посмотрел этот фильм? Нет. Не смотрел. Я про него знаю. Название какое-то... Есть фильм «Поезд на Дарджилинг» какой-то. Это другой фильм, по-моему. Тут тоже есть «Поезд». В общем, «Дикий Дикий Вест». Я просто не помню, как у меня кассета называлась. «Дикий Дикий Запад» или «Дикий Дикий Вест» на обложке. Вот это я что-то запамятовал. Какое-то там вот это «Дж» такое точно было в названии сочетания. Ну, короче, с названием точно я сейчас... Пусть будет «Поезд на Дарджилинг». Пусть будет. Да. Но 90% что это другое название. Я не вспомнил. Там есть слово «Вест» в названии? «Вест колд». Нет, я не буду разговаривать. Ееееее! 11-ая кассета оказалась топ. Искрасил мои баллы, потому что я что-то заложал там с простоквашиной, с убойной силой. Сразу видно мои, короче, эти пробелы в познании кинематографа. Я смотрел пару раз, наверное, смотрел. Но я даже не помню вот всего, я частично помню. Я помню, что там момент слинчевания, вот это я хорошо помню. В общем, дикий-дикий вест. Да, блин, я, да, да. Реально, если бы еще, я бы минут 20 посидел бы, но у нас столько времени нет. Смотрел его? Кассета есть. Кассета есть, но я не смотрел. Ну вот эта кассета. У меня дома есть лицензия. Логично, у меня и кассета есть. А, да? У тебя есть кассета? Прикольно, прикольно. Да, прикольно. Да. Ну что ж, все кассеты отсмотрены, все фильмы неугаданные. Какие-то угаданные. Я реально проникся вот этой вот атмосферой. Угадайки какой-то. Аналоговые. Это был странный опыт, честно говоря. Ожиданий? Да у меня не было ожиданий. Я просто попробовать, как это все будет. Это что, круто. Было интересно. Надеюсь, вам было тоже не очень скучно. Но что-то подсказывает мне, что у меня будет худший результат. Но это не важно. Да, понравилось, но было прикольно, конечно, если я больше знал. Например, с Пилом Мюрром я считаю, что я бы мог отгадать. Просто Квашино тоже можно было допереть. Шрек, ну да, тоже туда же. Но я хотя бы Шрек просто смешалась. У тебя хороший результат, потому что тут учесть то, что кассеты-то некоторые вообще нельзя угадать. Ну да, да, да. Из, не знаю, скольких. Из пяти, наверное. Ну, то есть то, что можно угадать, оно слишком... Убойную силу можно угадать. Вот ты их заподнадряешься, я его тоже не угадаю. Да. Дело здесь абсолютно не в баллах и не в том, кто сколько угадал. В целом мы сыграли все примерно одинаково. Знания у нас одни и те же. То есть фильмы мы узнавали примерно те же самые. Что из этих кассет тебе понравилось больше всего? Ну, я бы Шрека пересмотрел. А так, Caligula не... А, и французский этот я бы тоже посмотрел, который все очень плохое настроение там. Грязная жопа. Больше всего меня впечатлило из этих, наверное, про Caligula почему-то. Заинтриговало меня, да. Билл Мюррей, наверное, все-таки на первом месте. И Caligula, да, потом, после него. Надеюсь, вам понравился этот форматец, этот просто неожиданный какой-то выпад. Что это было, я сам до сих пор не понял. Напишите, что вы чувствуете по поводу увиденного. Как оно вам? Что вы испытали во время просмотра? Нам очень интересно это узнать. Ну, а мы, в свою очередь, постараемся придумать что-нибудь еще новенькое. Или поработаем вот в этом же формате. Это, мне кажется, было что-то реально из ряда вон. Выходящее. Спасибо большое Максу и Жене, что составили мне кампанию в угадывании. Поддержали меня. Надеюсь, что вы тоже провели отлично, хорошо времечко. Я кассетки подрогал и запихнул их кое-куда. Какие-то флешбеки, да, наверное, есть по ощущениям из детства? Кайфанул. Конечно. У любого человека, у кого. Все, что связано с детством, у большинства людей. Ну, с приятными ощущениями, да. Типа, когда смотрел фильмы. Ну да. А для тех, кто любит трешовое всякое кинцо. Харрорцы всякие, которые малоизвестны. Приходите на Твич. Мы там каждую среду в 20.30 смотрим ужастики. Малоизвестные, которые вы бы сами не стали смотреть. Но в компании мы очень даже прикольно проводим время. И ищем новые какие-то жемчужины. Присоединяйтесь на Твиче в 20.30 по Москве. По средам. Прощаться. Пару прощальное слово сказать. На пусты. Смотрите больше кино. Смотрите хорошее кино. Смотрите любимое кино. Развивайте кругозор. Будьте хорошими людьми. Всех обнял. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ссылка в комментарии. Не знаю. Спасибо. Мне было интересно. Спасибо, что позвал. Пожалуйста. Спасибо вам, ребята, за компанию. Спасибо, что сегодня присоединились к нашей вот этой вот аналогости. Вот этой вот атмосферности. Было здорово. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает на Boosty и в паблике ВК. Ну а с вами был, как обычно, ваш Ров и Ко. До свидания. Конец. Пока. Пока. На крючке надо снять. Демонстративно. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова